Добрый день администрации Краснодарского края. Их отдел часто называют самым вежливым в администрации Краснодарского края. Быть такими их главная профессиональная обязанность. Перед тем, как работать в колл-центре горячей линии по обращению граждан, операторы проходят подготовку, похожую на курсы психологов. Они тоже должны спокойно и рассудительно реагировать на различные ситуации. Ведь позвонить могут с любой проблемой. От нехватки лекарств больному ребенку до отключения воды в целых поселках. Все звонки круглосуточно стекаются сюда, в колл-центр краевой администрации. Пока оператор выясняет, в чем суть проблемы, разговоры параллельно записываются на такое устройство. Также в компьютере в специальную программу заносится вся информация заявителей, с какой проблемой обратился и кто ему в этом может помочь. А на выходе распечатывается такая учетная карта. И отправляется потом конкретному чиновнику с требованием разобраться в проблеме. Таких проблемных звонков с начала года поступило почти 14 тысяч, но решаются из них чуть больше половины. Некоторые обращения и вовсе остаются безответными. Отношение в обществе к такой системе коммуникации с властью вполне предсказуемо. Сами не пользовались, потому что я считаю, что это бесполезно. Я знаю по полиции, и по телевизору говорят, что там бесполезно. Обратная связь или, как модно сейчас говорить, фидбэк, должна стать одним из принципов работы чиновников, уверен Вениамин Кондратьев. Сегодняшнее совещание по работе горячей линии губернатор решил провести после того, как в очередной раз, теперь уже в Сочи, услышал от людей, что на свои жалобы они не получают никаких ответов. Горячая линия должна быть не для нас с вами, не для чиновников, а для людей. Звонок по этому телефону не должен быть звонком в трубу. Он должен быть звонком по адресату. И в первую очередь каждый звонок и каждая тревога должна ложиться на стол тому или иному руководителю. То есть каждый человек должен быть уверен, что его звонок дошел до адресата. И не просто дошел, но нашел отражение в реальных действиях чиновника, в реальных действиях того или иного руководителя, который максимально должен на этот звонок отреагировать, а не заниматься отпиской, что подчас бывает. Если настроить качественный диалог, можно убить сразу двух зайцев, обратившемуся помочь разобраться в конкретной проблеме, а власти понять, что сейчас действительно волнует людей. Наибольшее количество звонков поступает по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Этот процент составляет 47. Из них каждая четвертая касается некачественного предоставления коммунальных услуг, перебоев электро, тепло, вода, газа, электроснабжения. В тройку жалоб также входят и обращения по работе системы здравоохранения и социального обеспечения. Звонить со своими вопросами можно по телефону, который сейчас на экране. По сути, это один из самых удобных для людей способов обратиться к власти. Те, кто все-таки останутся глухи к подобным обращениям, не должны удивляться, если будут услышаны потом на бирже труда, подметил Вениамин Кондратьев. Вы себя поставьте на место людей, которые вот там ходят по улице за окном наших кабинетов и наших автомобилей. И вы тогда ощутите, что хотят люди. А если мы на самом деле считаем, что они нас обременяют, люди, наше население, наши жители своими обращениями, поверьте, нам просто здесь не место. Тогда кто это так считает, я предлагаю добровольно оставить свои места и отдать их тем, кто на самом деле хочет отвлекаться на жалобы людей. Следить за тем, чтобы телефонный монолог превратился в диалог с чиновниками, Кондратьев поручил контрольному управлению, чтобы власть всегда была на проводе. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...